Почему второй пенальти бил Бахар, если первый реализовал шкаф? Ну, в принципе, я считаю, правильно. Потому что, знаете, два пенальти подряд не так просто психологически. Ну, а Бахар у нас, так, можно сказать, тоже штатный пенальти, из которого мы можем исполнять. Поэтому, я считаю, это правильное решение. Еще вопросы? Иван Ницкевич, вопрос в футбол. Леонид Станиславович, что происходит с такой ущериней команды, команда второй матч не может забить с игры уже сто восемьдесят минут, а вы заедали только с пенальти? Ну, а моментов видели сколько? Моментов даже, ну, там, Андрея Бацулу, кажется, уже некуда мячу. Это исполнительское мастерство. Моментов, как бы, если взять первый тайм и второй, которые нужно реализовывать и, скажем так, те подходы в атаке, которые нужно тоже реализовывать. Ну, и, естественно, мы работаем над этим качественно. Я считаю, довольно-таки много. Но, я думаю, задвинем с этой точки. Неприятно. Следующий вопрос? Давайте я тоже спрошу. Сейчас вот две победы подряд у вас, хотя до этого была такая неудачная серия. Что появилось сейчас, то, чего не было тогда? Надо ли понимать, что вот, знаете, как говорят, команда играет так, как позволяет соперник? Ну, мы играем так, позволяется, да? Ну, я бы не сказал, что мы играем так. Значит, мы вынуждаем соперника ошибаться. Играем, чтобы вынудить соперника ошибиться, да? Ну, сами, ну, скажем, с единственной атаки голевой пропустили гол за вот эти 93 минуты, да? Ну, это, конечно, обидно. Почему? Потому что, имея такой, ну, скажем, перевес по моментам и перевес в единоборствах такое преимущество, то нужно его реализовывать. Поэтому мне немножко обидно за это. И вот еще вопросы. По словам, вы очень интересно отзывались о депутировавшем команде Романи Голос-Киеве сегодня. Вы тоже дали ему игровое время. Как оцените его сегодняшний опыт? Положительно. В принципе, он создал тот момент, который Андрей Бацилов должен был. Ну, скажем так, пропустил ему, когда он расстреливал вратаря, когда казалось, что в мячу уже некуда попасть. Но он создал этот момент. И если раньше у Ромы такого не было, то сейчас он, если вы заметили, он вышел вообще в другую позицию. Хотя он у нас такой универсальный солдат. То он вышел играть, ну, как если раньше молодежный футбол, то здесь он вышел уже взрослым футболом. И под результаты, и под, скажем, там такие жесткие столкновения, когда нужно держать столкновение. Поэтому я, ну, я и сейчас говорю, что я доволен, как он вышел на замену. И как он играл. Все? Еще? Александр Саш, а вы не хотели бы, чтобы вот эти ребята молодые, да, которые сейчас вами одолжены смыли, в чем, чтобы они сыграли сегодня? Нет. Почему? Мы сыграем уже до 10-го числа. Ну, есть, скажем, практика такая. Я не хотел. Хотя, считаю, что соперник сегодня очень удачно играл, скажем. Ну, скажем, если не считать так, что во втором тайме удачно за счет, скажем, опытных игроков. Не за счет молодых, а за счет опытных игроков. Удачный игрок. Понимаете? Нам есть моменты, когда нам не удавалось накрыть соперника и нас разворачивать. Поэтому, нет, не хотел. Обычно такая, ну, у меня, знаете, в практике это было 1976, по-моему, год. Ну, такое, два сборника Советского Союза молодежной сборной. Ну, поцеловались там, пообнимались перед игрой. Потом один второго ломает. Ну, друзья, да, именно друг другу не уступают. И один, в принципе, талантливый белорусский футболист, не буду говорить, по-моему, нет. После этого заканчиваем. Да? Это Плеяда Игоря Галининовича, там, Алавни Саши. Вот так все. Яника Инушевского. Вот так вот. Раз. И через полгода получает серьезную травму. Поэтому здесь я, как бы, для меня этот пример был таким вот сейчас. Является, что не нужно, когда ты играешь, тебе нужен результат. Там начнут твои игроки доказывать тебе. Я их прекрасно и без этого знаю, только не могут говорить. Спасибо. Последние две победы команды связаны с возвращением на последний рубеж Максима Платникова. Как вы оцените его игру по сегодняшнему матчу? Как он вошел в карьеру после того, что серьезные травмы? Ну, были сомнения даже накануне этой игры. Почему? Потому что там было очень сильное воспаление на ноги. Да, и пришлось применять, как говорят, средства, чтобы погасить. За день до игры еще не было ясно, сможет ли он играть, не сможет. Ну, смог и, в принципе, сыграл очень хорошо. В принципе, хотя таких моментов, опять же, там, взятие ворот. Ну, тут уже как накроешь, не накроешь. Тяжело говорить, атака. Спокойно, надежно. Никаких вопросов. Поза пришли. Спасибо большое всем. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok